Готовность к проведению государственных экзаменов у выпускников 9-11 классов стала одной из главных тем еженедельного оперативного совещания, которое провел глава городского округа Сергей Никитенко. Обсудили сегодня и работу по борьбе с незаконной рекламой и граффити. Продолжение темы в нашем сюжете. В этом году сдавать государственные экзамены будут более 3000 выпускников 9-11 классов. Важно обеспечить 100% готовность образовательных учреждений к проведению итоговой аттестации, которая начнется с 21 мая. Пункты должны быть оборудованы всем необходимым. Такое поручение дал глава Сергей Никитенко на оперативном совещании ответственным руководителям. Очень важно, потому что это наши дети. Мне бы очень хотелось бы действительно, чтобы максимально уходили образованными из стен наших школ. Для достижения необходимых показателей важно обеспечить комфортные условия проведения итоговой аттестации. Все пункты для сдачи экзаменов оснащены металлодетекторами, средствами видеосвязи, блокираторами и всем необходимым оборудованием в полном объеме. В период проведения экзаменов около образовательных учреждений будут приостановлены и шумные работы. Окостровые, ремонт дорог. Также будут дежурить медики, сотрудники полиции. Слаженная работа служб города позволит провести государственную итоговую аттестацию на должном уровне. Оборудование в пунктах проведения экзаменов имеется в полном объеме. Во всех проводимых аудиториях будет осуществляться запись на стационарные ноутбуки. На данный момент у нас обеспечены 100%. Например, при проведении экзамена по химии должно быть обеспечено 100% реагентов и химических компонентов. Также и при проведении экзамена по физике. Обсудили сегодня на оперативном совещании еще одну важную тему – работа по борьбе с граффити и незаконной рекламой на особом контроле у главы городского округа Сергея Никитенко. Мандальные надписи и рисунки портят фасады многоквартирных домов, детские и спортивные площадки, автобусные остановки. Важно не допустить нарушений. С этой целью в округе работает система видеонаблюдения. Безопасный регион регулярно проводятся рейды. В ходе проведения рейдов по ДСА наиболее часто появляются надписи и листовки. Собственникам объекта выдаются предписания о необходимости устранения нарушения. За указанные деяния российское законодательство предусматривает административную ответственность с наложением штрафа в размере от 300 до 500 рублей. Если размер причиненного вреда более 5000 рублей, то действует норма уголовного права за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества с возможным наказанием до двух лет лишения свободы. По итогам совещания глава округа Сергей Никитенко дал поручение усилить работу по борьбе с граффити и незаконной рекламой. А также обсудил торжественное открытие стадиона «Спартак», которое состоится 18 мая с участием легенд футбола России. Начало матча выходи играть во двор в 10 утра.